Всем привет, друзья! Как я обещала, мы с вами будем снимать макиянки на каждый день. Да, очень многие против, какие косметики я использую, как правильно краситься и так далее. Ну что, начинаем. Первый этап – это уход за лицом. Я уже умылась и сейчас я наношу очищающую пинь, вот, отодиняю сияние кожи, так как хорошо умножнает и отметинает тонь кожи. И эти пиньи подойдут для у кого-то проблемы с кожей. На самом деле у меня кожа сухая, прям очень. Поэтому я наношу умножнающий крем каждое утро и каждый вечер. Дальше у меня база вот такая. Да, она очень любит разоканчивать, она мне очень понравилась, так как очень хорошо умножнает и хорошо лежит. И, кстати, я даже ее рекламировала, а до рекламы я ее вообще не смешала. И сейчас ее все используют, да, и даже блогеры. Ну и даже блюде-блогеры. Много необязательного, просто вы так делаете. И все. Симонсажируем плавными движениями. Иногда у меня губы бывают кухимы, поэтому я наношу умножнающую бальзам. Вообще у меня всего два бальзама. Тут ванили, а тут ягоды. Ну прям очень вкусно пахнет, даже когда я ее пробую, я там очень снашко прям. И тональный крем у меня вот такой. И вот такой. Но я больше всего помню, что такой коллаген. Но я сейчас не буду нанести, потому что, ну, я бы хотела попробовать и другие тональные кремы, которые можно купить, и какие сейчас популярные есть. А вот эти я вообще не помню, ну потому что, ну, он уже старый. Вот поэтому я буду нанести контейнер. Ну потому что, когда я наношу тональный крем, я шую, что у тебя раздражение. То есть, как будто я много нанесена и чувствую себя некомфортно. Поэтому только, может быть, какие-то важные мероприятия и праздники, то я наношу тональный крем. А так, на каждый день макияж я не берусь, только контейнер. У меня контейнер вот такой нориан. Но, опять же, мне надо новый покупать, потому что это тоже старый, но ничего. А я наношу вот сюда. И так, у меня жидко мыло, иногда есть вот такой гель для бровей. Но он закончился, поэтому я буду исполнивать вот такого мыла, чтобы уложить брови. Все, вот такая укладка у меня получилась. Идем дальше, тени. У меня вот такие тени. А вообще, я очень часто хожу на процедуру. Она называется «долговременная укладка», потому что она мне так идет прям. И так, дальше у меня тень. Это можно сказать, как румяна, она называется «девичь». Так считается, девичь. Вот, короче, и бронзер. Это тоже кремовый, можно сказать, что это скульптур. Ну, или бронзер, или скульптур. Я наношу только кремовее продукты, чем тюхие. Не знаю, потому что они мне просто нравятся. А вот тюхие продукты, они как будто через некоторое время прям тючетно. Прям как будто все смывается, и все. Например, утром я наношу чухая румяна, да, а вечера их уже нет. Можно, кстати, помаду нанести на очечки. Это как тоже румяна. Вот такой цвет. Вот сейчас мы будем нанести. Вот такой цвет. И по пальчикам. Так, дальше скульптур. Вот такой у меня. Я беру вот такой цвет. Я открываю. Желательно крышка, потому что там много. Я много не хочу, поэтому маленько. Как вы знаете, иногда по желанию можно играть чуть-чуть поярче. Поэтому я беру еще тюшие продукты. Румяна и бронзер. И так я беру вот такую румяну. И такая кисть. Сначала первая румяна, а потом уже бронзер. Также кремовый продукт тоже самое. То есть первая тинт, а второй бронзер. Кремовый бронзер. Вот знаете, мне так сложно говорить, потому что я понимаю, что как я смешу, так и произношу. Я знаю, что я дико неправда, что-то не говорю. Поэтому неважно. Бронзер. Вот так. Раз, два, три. Как все делают? Буду добавить, что-то на верхнее веко. И у меня палетка вот такая. Я покупала золотое яблоко. Точнее, заказываю на интернете. И я возьму вот такой цвет. И вот такая кисть. Бочонок называется. Наверное, вы подумаете, откуда я это все знала. Название косметики, все такое. На самом деле, в прошлом году я отвечу на курс визажист. Это моя подруга меня обучила. И поэтому вот я знаю. Бронзер, потом доносим. Прямо вот так. Да. Вот я сейчас смотрю, и что-то не хватает здесь. Но я думаю, можно добавить вот такой цвет. Можно по пальчикам. Доносим вот сюда. Идем дальше. Кратить ресницы. У меня туч вот такая. Я доказала на ванн враче. И, кстати, я ее тоже рекламировала где-то два раза. И она прям очень хорошая. Идем дальше. Карандаш для губ. Называется вивидение сабо. Сабо. Там там удары не стоит. Ладно, короче, не важно. На самом деле у меня губы свои. А то очень много спрашивают, у нас свои есть или нет. Да, у нас свои. Хотя в декабре я губы накачиваю только на 0,5 мм наверху. Потому что у меня есть комплекс именно наверху. А объема нет. Вот видите, ну сейчас они дуют прям через месяц. Поэтому да, у нас свои. Здесь нормально, а здесь нет. У меня как бы объема нет. А мне нужен был бы объем. Поэтому я не знаю, должна ли мне не качать губы или нет. Я пока еще думала. Потому что, ну, у нас свои губы так нормальные, естественные. Короче, я подумаю. Ношу тонко на контур. Это потихоньку. И потом помада. Ну, что получается. Так, хорошо, ладно? И теперь борься. Это видео не зайдет. И они, наверное, подумают. А почему я так проговорю? Что с моим голосом? Я расскажу. Короче, ребята. Я с небосмешища. То есть я ношу два в духове аппарата. Вот так они выглядят. Здесь тоже у меня два аппарата. Поэтому как я смешу, так и предношу. Да, бывает. Иногда мне трудно говорить. Но ничего страшного. Можно много практиковаться. Больше общаться со снищими людьми, чтобы родить голос. Иногда, когда я часто манчу, то я забиваю, как проговорят. Ну, что, вот такой макияж и укладка. Хотя я вам не показала, как делать укладку. Можно, возможно, или еще раз делать. Но что, если вам понравилось, ставьте лайк. И напишите комментарий. Как вам, что не хватает. И даже какие-то комплименты. Нравится или нет, мне будет очень приятно. Спасибо. Всем пока.